К нашему эфиру присоединяется Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте, слава Украине. Здравствуйте. Героям слава. Владислав, вот сюжет заканчивается словами про боевой дух российских оккупантов. В российском правительстве говорят, что все всех устраивает, но вот людей им не хватает. А видео, снятое самими же оккупантами с фронта, говорит в целом об обратном. Скажите, вот как этот механизм по-прежнему сейчас работает в России? Одни с фронта говорят другим, тем, кто сейчас на теплых диванах. Нас убивают, мы погибаем, мы никому не нужны. И в итоге погибают. А новеньких все подвозят и подвозят. Почему нет вот никакой точки кипения? Очевидно почему. Потому что российский люд в абсолютном своем большинстве доверяет российскому же телевизору. То, что рассказывается с экранов телевизоров условных Скобеев, Попов, Соловьев и Иже с ними, является той самой основой для восприятия той самой реальности в российском обществе. Нет желания, нет критического мышления, нет необходимости искать какую-то альтернативную информацию, альтернативные источники той самой информации. Вот что в телевизоре рассказали, а в телевизоре говорят, что все хорошо, ура, российская армия давит, гнет, враг отступает. А по факту, то, что происходит в поле, в реальных боевых условиях, об этом рассказывают в телеграм-каналах, на иных информационных платформах российские чмобики, которые имеют возможность сравнить, какова она, российская армия, ту, которую они видят с экранов телевизоров, и то, что они видят непосредственно в полях, в ходе боевых действий, участниками которых они являются. Владислав, потери оккупантов приближаются уже к 200 тысячам, вероятно, в мае эта отметка и будет достигнута. Как считаете, как долго еще эта цифра может расти? Опять же, реальные цифры российские граждане не знают. Соответственно, они пребывают в мире тех самых прекрасных людей, где все хорошо. Когда российская армия все еще является второй по силе в мире, способны легко дойти до Ла-Манша, попутно захватывая Варшаву, Берлин и Париж, и в этой категории они живут, они искренне верят в то, что еще немножко, еще нужно чуть-чуть поднажать, и ситуация по любой кардинально изменится в пользу российской оккупационной армии, и она реализует все те планы, которые изначально определялись верховным главнокомандующим Владимиром Путином. Очевидно, что такая ситуация вряд ли будет в ближайшей перспективе изменена, потому как кроме 369 тысяч российских солдат, чмобиков, наемников из ЧВК Вагнера и иных военных формирований, российская армия где-то держит в резерве порядка 120 тысяч российских чмобиков, которых в перспективе планируют задействовать. Сейчас немало дискуссий ведется по поводу того, кто первым начнет масштабные боевые действия украинской армии в рамках контрраздумения, либо же российская оккупационная армия пытается реализовать свое техническое и численное преимущество на как минимум двух участках фронта. В первую очередь идет о вероятном наступлении с территории Белгородской области. Возможно, численное и техническое преимущество россияне попытаются реализовать на практике на юге Запорожской области. Ситуация динамична, и мне кажется, даже пересечение цифры в 200 тысяч российских двухсоток вряд ли изменит настроение в российском обществе. Владислав, а что скажете о данных, которые предоставил Джон Кирби? Он накануне сказал, что с декабря Россия понесла более 100 тысяч потерь лишь под Бахмутом, в том числе более 80 тысяч раненых и 20 тысяч погибших в боях. Мы помним, как угрожали всему НАТО, вы вспоминали, что дойдут до Ла-Манша, а в итоге погрузили в боях под Бахмутом. А еще сколько было ликвидировано тех же россиян под Солидаром? Да, безусловно. И, кстати, в этом отношении мне нравится соотношение потерь. Двухсотых и трехсотых россиян. Соответственно, на 20 тысяч убитых, порядка 80 тысяч раненых, то есть соотношение 1 к 4. Соответственно, если в настоящее время 190 тысяч российских убитых военнослужащих, мы можем только лишь себе представить финальную цифру российских военнослужащих, которые получили увечья, тяжелые ранения, стали так называемыми пятисотами, то есть отказниками, теми, кто не готовы выполнить боевые задачи. Думаю, что российская армия в настоящее время испытывает серьезные проблемы по части наличия мотивированного, подготовленного и полностью обеспеченного наличия состава. И тут мы должны четко понимать, что успех на поле боя определяется не только ресурсными возможностями той или иной стороны военных конфликтов, но и уровнем мотивации. Про мотивацию украинских сил обороны я не занялась. Мы защищаем свое, свои земли, своих родных и близких. А какой фактор мотивации движет российскими чмобиками, для меня это богатко. Владислав, вы знаете, уже через неделю, 9 мая, очень сакральная дата для Владимира Путина. Он буквально приватизировал все события и победу во Второй мировой. И как вы считаете, о чем будут говорить в этот день российские генералы? О каких победах? Какую технику собираются показывать в Москве? В других городах мы уже видели, что парады отменяются, потому что техника, вероятно, уничтожена. Безусловно, россиянам хвалиться особо нечем. И если 9 мая 22-го минувшего года еще ситуация была огончательно не предопределена, то в нынешнем мае совершенно очевидно, что каких-либо территориальных успехов путинской армии не видать их в своих ушей. Мы же помним заявление Владимира Путина о Киеве за три дня, в течение двух недель полная оккупация территории Украины. Затем мы помним достаточно более скромные планы путинской армии в части оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей до конца марта сего года. Сегодня, на календаре 2 мая, никаких таких значимых успехов по части оккупации тех или иных районов нашей страны. россияне не приобрели за минувшие, ну как минимум, 4-5 месяцев активных боевых действий. Анонсированное российское наступление началось с 20-х числах января. Умеем на календаре мае месяц, а чем могут похвалиться российские оккупанты? Тем, что они потеряли порядка 100 тысяч российских военнослужащих и наемников частных военных компаний. Вы заметили, что изменилась сейчас риторика, вернее, даже исчезли из уст пропагандистов слова о деноцификации, демилитаризации Украины? Да, безусловно. То, что российская пропаганда не просто так пожирает ради своего существования 2 миллиарда долларов, оно отражается в их изворотливости и способности адаптироваться к тем реальностям, с которыми они сталкиваются. И, безусловно, та самая риторика, которая в настоящее время постоянно озвучивается российскими пропагандистами, когда любой маломальский успех российской оккупационной армии преподносится как неимоверные результаты, так и гений стратегического уровня российских генералов, готовность российских военнослужащих с риском для жизни выполнять те самые задачи. Но тут я всякий раз задаюсь вопросом, о какой воинской доблести, о мужестве, о героизме идет речь, когда российские летчики наносят ракетные бомбовые удары по мирным городам нашей страны, в результате которых гибнут дети, пожилые люди, женщины. Да. И, Владислав, давайте обсудим еще и последнюю с вами информацию от главы фонда Русь сидящей Ольги Романовой. Она сказала, что сейчас зэков в российских тюрьмах невероятными темпами вербует российское министерство обороны 10 тысяч человек лишь за апрель. Часть завербованных они фильтруют, отправляют и в ЧВК Вагнера, и в Газпромовскую военную компанию. Кажется, что Кремль не остановится, пока полностью не освободит места лишения свободы. Как вы думаете? В определенной степени такое иезуитство и жестокчайший цинизм в действиях российских генералов имеет место быть. Потому как таким образом они де-факто утилизируют граждан Российской Федерации, которые по тем или иным причинам оступились, попали в исправительные заведения российской системы тюремной, и таким образом они отправляют этих самых оступившихся граждан Российской Федерации крови и искупать свои грехи. Да, безусловно, россияне несут огромные потери. Порядка 80% частной военной компании Вагнера, до недавно снабжавшейся чмодоками, а вчерашним языком, а в настоящее время штурмовиками, той самой ЧВК Вагнер, они превратились в хороших русских, то есть стали двухсотыми. Фактически до недавнего российская группировка Вагнера составляла порядка 10 тысяч военнослужащих или наемников, это по количеству равняется примерно армейскому корпусу. 80% они потеряли. В абсолютном своем большинстве эти потери связаны с вчерашним языком, который положили на алтарь. Достаточно сомнительные победы, самое ценное, что имели свою жизнь. А в настоящее время этими процессами, процессами вербовки ЗК в российской колонии и в этой тюрьме занимаются представители официального полномочия от Министерства обороны Российской Федерации. То есть фактически происходит спайка, слияние российской армии и российского криминалитета. Выйдет ли из этого что-либо хорошее, я имею достаточно серьезные сомнения. По одной простой причине, что системы, которые по определению не должны между собой пересекаться, а сейчас происходит это слияние. Поэтому нормы, правила, порядки, алгоритмы поведения в определенной степени сейчас будут трансформироваться в российское военном сообществе. Собственно говоря, один из наиболее ужасных факторов коммуникации, так называемая гидовщина. Думаю, она будет свести бурьным цветом в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Ну и опять же, я достаточно часто вспоминаю эту историю. Мне кажется, те процессы, которые в настоящее время происходят в Российской Федерации, они являются своего рода калькой событий, которые происходили в начале минувшего века в Российской империи. Владислав, вы уже упомянули ЧВК Вагнера и их потери. Сейчас мы показывали Пригожина. Вспоминается его последнее интервью одному из российских пропагандистов, где он как раз и говорил о том, что возможно уже в будущем ЧВК Вагнер уйдет в историю. И вот мне интересен ваш взгляд на это интервью, которое он дал российским пропагандистам. Контролируемая ли это пропаганда? Контролируемые ли это его заявления? И как вы считаете, почему позволяет себе говорить про Путина, Медведева и прочих, и Шойгу, называя их клубом капризных карликов? В определенной степени эта история в части клуба капризных карликов имеет отношение к господину Стрелкову и его сотоварищам. Есть там ряд достаточно одиозных ура патриотов российского общества. Тот же Павел Губарев, небезызвестная личность. Ряд еще бывших военнослужащих, которые пытаются вернуть в понимание российского общества тот факт, что в настоящее время российская армия проигрывает, а значит проигрывает Российская Федерация в противостоянии с украинскими силами обороны. Почему позволяют себе такие пассажи информационные Пригожин, Стрелков и Иже с ним? Очевидно, что идет конфликт между разными силовыми башнями Кремля, а эти персонажи имеют право голоса. Они работают такими себе рупорами тех самых силовых башен Кремля, которые между собой выясняют отношения и борются. Но ключевая причина их столкновения и борьбы заключается в желании сидеть на тех самых финансовых потоках, которые в настоящее время полноводной рекой идут для обеспечения нужд российских военнослужащих, российских подразделений, которые принимают участие в так называемой специальной военной операции. Скажите, а чем такое публичное выяснение отношений может закончиться? И как вы считаете, как эти публичные выяснения воспринимают российские граждане, обычные, которые не понимают ни что такое башни Кремля, не понимают, что в целом могут быть какие-то перипетии в государстве, которое якобы воюет против одного противника, против Украины? Думаю, что все вот эти информационные вбросы, они же в основном происходят в интернет-пространстве. Телеграм-каналы, Ютуб-каналы, иные платформы для коммуникации. На первых четырех или даже пяти кнопках российского телевидения, на эти кнопки скандалы, связанные с именами Стрелкова, Пригожина и прочих, они не выплывают. Там есть Стабильный Соловьев, Киселев и прочие, которые рассказывают о том, что российская армия борется с фашистами, с бандеровцами и прочая, прочая, прочая ересь, которая очень плотно засела в умах жителей Российской Федерации. И в принципе, когда вот самих россиян не дергают, они это воспринимают вполне нормально, и уровень поддержки, так называемой СО, достаточно высок. Но только лишь российское государство объявляет частичную мобилизацию и публично заявляет о необходимости призыва в ряды вооруженных сил Российской Федерации, все новых и новых партий чмобиков, тут уже уровень поддержки снижается, потому как все готовы смотреть по телевизору про успехи российской армии, но никто не готов с оружием в руках идти и умирать. Ради чего, опять же, так и непонятно, я думаю, что не только мне непонятно, ради чего умирают российские солдаты в Украине. Владислав, а как вы считаете, вот мы говорили о том, что Миноборона сейчас активно вербует зэков, освобождает места в тюрьмах, не освобождают ли эти тюрьмы для тех, кто возможно таки в будущем выйдет на протесты, или протесты в России все же невозможны? Готов ли в настоящее время протестный потенциал в самой Российской Федерации? Думаю, что нет. Дело в том, что настоящие, буйные, те противники режима, которые готовы во всеуслышание заявлять о том, что Путин это преступник, что проведение так называемой специальной военной операции, это военное преступление, они сидят под тюрьмой, либо вынуждены скрываться от Российской Федерации за границей. Не думаю, что тут и сейчас российское общество готово выходить на площади, на битинги для того, чтобы выразить свое неудовольствие. Это ситуация, которая складывается на следующее время. Но опять же, фактор черного лебедя, фактор критического ухудшения уровня благосостояния каждого обычного россияина может сработать как раз в пользу таких процессов. Но то, что русский бунт, он беспощадный, не имеющий границ и рамок, мы это знаем со времен давнейшей истории. Знаете, есть уже какие-то волнения на линии фронта, в частности в районе Марьинки. В генштабе ВСУ сообщали буквально на днях, что именно под Марьинкой у оккупантов совсем не боевой дух, они отказываются идти на штурм ВСУ без обеспечения, жалуются, собственно, и на это обеспечение, жалуются на нехватку снарядов. Американский институт изучения войны пишет, что постоянные перестановки в военном руководстве подорвали боеспособность вооруженных сил Российской Федерации. Аналитики, в частности, акцентируют внимание на том, что российские войска начали полномасштабное вторжение без единого командующего. И предполагают, что президент России, кровавый диктатор Путин, ожидая успеха российских войск за три дня, не хотел ни с кем им делиться. Как итог, кадровые перестановки делают российскую армию все более фрагментированной и дезорганизуют командные структуры. Владислав, согласны ли вы с такой аналитикой? Безусловно, цифра 17. Именно столько ротаций было произведено за эти 14 месяцев в высшем военном анклаве российской армии. Речь идет о командующих округах и выше по должностям. 17 ротаций. Это значит, что российские генералы просто не успевали входить в курс дела для того, чтобы организовать по своему разумению проведение так называемой специальной военной операции. Это значит, что Путин тасует колоду в поиске того самого волшебника на голубом вертолете, который сможет в короткие сроки, с минимальными усилиями реализовать его довершенную мечту. Путин все, в чем он мечтает, о том, чтобы уничтожить Украину как государство, а украинцев ликвидировать составляющую наций и народов мира. Поэтому тут мы должны четко понимать. Это анархия и этот хаос работает нам на руку. Потому что отсутствие стабильного, очень четкого управления российскими подразделениями, принимающие участие в так называемой специальной военной операции, приводит к фредли фаеру. К тому, что россияне не способны выполнять приказы, в том числе высшего военно-политического руководства, из-за того, что нет соответствующего логистического обеспечения, из-за того, что нет соответствующей координации действий, синхронизации, из-за того, что вопрос мотивации так и не решен до сих пор. За 14 месяцев российское правительство, лично Владимир Путин, так и не смог внятно, вменяемо, четко пояснить российской армии, ради чего они умирают в таком огромном количестве в полях нашей страны. Да. И сейчас российское командование очень обеспокоено и в панике, так считают Минобороны Великобритании. Там говорят, что признаком этого беспокойства являются масштабные, выстроенные Россией, системы военных оборонительных сооружений в истории на временно оккупированных территориях. Владислав, вот если говорить об этих оборонительных сооружениях оккупационной армии, насколько они будут сложным препятствием для вооруженных сил Украины? Я предлагаю начать со смешного. Смешное, по моему разумению, это те окопы, которые вырыты на территории временно оккупированного Крыма, в Сахском, в Черноморском районе, это западные районы временно оккупированного Крыма. Таким образом, россияне демонстрируют свою готовность отражать морскую десантную операцию, которую, по их разумению, должна провести Украина. Я все-таки рад задать вопросом, какими силами и средствами это можно сделать, если единственный большой десантный корабль, Константин Ольшанский, до сих пор с 2014 года находится в российском плену. Но, тем не менее, ресурсы, деньги, выделяемые из российского бюджета, таким образом бездумно тратятся. Плюс Черное море, оно достаточно своенравное, и те самые окопы, вырытые на пляжной линии, уже начинают стираться волнами Черного моря. Думаю, что в ближайшее время от них не останется даже и следа. Но, тем не менее, те оборонительные сооружения, которые россияне строят на севере Крыма, на юге Запорожской и Херсонской областей, равно как и на территории Донецкой и Луганской области, да, они призваны по разумению российских генералов максимально остановить или замедлить украинское контрнаступление. В поддержку этим оборонительным сооружениям действуют и российские военнослужащие разных родов и видов. Соответственно, на юге нашей страны россияне сосредоточили порядка 90 штурмовых самолетов, порядка 60 штурмовых вертолетов. Они сосредоточили на юге Запорожской и юге Донецкой областей порядка тысячи стволов реактивной ствольной артиллерии. Все это призвано максимально усложнить украинское контрнаступление. Россияне готовятся, россияне реально нервничают, потому как они не знают, каким количеством сил и средств украинской армии будет наступать, когда, какую тактику изберет для того, чтобы нанести максимальный урон российским оккупационным войскам. Поэтому мы можем серьезной долей эскориста относиться к российским танкам, которые снимаются с долговременного охранения, отправляется на линию боевого столкновения. Я имею в виду танки, произведенные в 50-60-х годах минувшего столетия Т-54, Т-55, Т-62. Но, тем не менее, все они призваны служить с долговременно огневыми точками. И таким образом россияне, в том числе и с помощью этой техники, этого вооружения, будут пытаться остановить наше контрнаступление. Залог успеха украинской армии очевиден. Высокоточные дальнобойные артиллерии и ракеты. Да, Владислав, но еще хочу уточнить у вас. Вы перечислили большое количество техники, которые скопили сейчас оккупанты на запорожском направлении. Скажите, а все ли там военные соответствуют тому, чтобы правильно и качественно пользоваться этим вооружением? Обстреляны ли они? Смогут ли они держать эту силу, если впервые рядом с ними прилетит снаряд? Вы, как обычно, зрите в корень. На самом деле, это самый главный дестабилизирующий фактор, который на следующее время влияет на возможности российской армии. Мало иметь технику вооружения, даже современные, высокоточные, технологичные и убийственные по своим техническим характеристикам важно иметь подготовленных, мотивированных и полностью обеспеченных военнослужащих. У российской армии с этим есть очень серьезная проблема. Да, и еще уточните дальнобойную артиллерию. Насколько километров нам сейчас она необходима? И я так понимаю, это дальнобойные ракеты необходимы исключительно для уничтожения логистики врага на дальних участках во временно оккупированных территориях. Правильно? Я буквально затаился, жду хороших новостей по поводу ракет Шторм Шэдоу, те самые ракеты, которые есть на вооружении у британской армии, поэтому порядка 900. Надеюсь, что в перспективе мы эти ракеты получим. Боевая часть 450 килограммов, способность действовать на расстоянии до 500 километров. Если не атакаемся, то эти ракеты точно дадут нам то самое преимущество на поле боя, которое позволит нам уничтожить всю военную инфраструктуру на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя, равно как и Крымский мост. Владислав, спасибо. Надеемся, так и будет уже в ближайшем будущем. Спасибо вам большое за вашу аналитику и комментарии. Напомню нашим зрителям, Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер Вооруженных сил Украины, был с нами в эфире Freedom.